Как запустить рекламу в ТикТок? Поехали! Всем привет! Меня зовут Даша. В дополнение к основному составу я буду одним из ведущих этого канала. В данном видео мы поговорим о том, как запустить рекламу в ТикТок. Но для начала начну с того, что такое ТикТок. ТикТок это сервис для публикации и просмотра коротких видеороликов. В данный момент российская аудитория ТикТок составляет около 38 миллионов человек. 26% этой аудитории имеет возраст от 14 до 24 лет. 43% этой аудитории имеет возраст от 25 до 44 лет. Далее идет аудитория 45+. 2 третих этой 38 миллиона аудитории имеет доход средний или выше среднего. Что говорит о ее платежеспособности и о том, что в ТикТок можно запускать рекламные кампании. Откуда я взяла эти сведения, спросите вы? Все просто. Мы заходим в Google, вбиваем в поиски медиаскоп исследования ТикТок и попадаем на вот этот сайт. Здесь уже есть краткая сводка по этим исследованиям, но я посоветую скачать отчет за май 2021 года. И скачав этот отчет, мы получаем вот такую вот огромную просто подробную сводку, причем не только ТикТок. Тут еще и Авито есть, BFM, Google Sites и так далее, Mail.Ru. ТикТок здесь находится на 217 месте, и вот здесь вот, собственно, мы видим, что аудитория ТикТока насчитывает 38 миллионов человек. Из них мужчины 16,9 миллионов человек, а женщины 21,1 миллион человек. То есть видите, дальше можно посмотреть по возрасту, дальше по работающей службе, специалисту. То есть это очень огромное исследование, и если вы соберете запускать рекламу в ТикТоке, то обязательно вот скачайте этот отчет. Что нужно для того, чтобы запустить рекламу в ТикТоке? Для начала нам нужно скачать приложение ТикТок на свой смартфон, завести аккаунт и перевести его в бизнес-аккаунт. Как это сделать, я сейчас покажу. Допустим, мы уже скачали ТикТок, завели аккаунт, нажимаем здесь на три черточки, переходим в настройки конфиденциальность, нажимаем управление аккаунтом и выбираем переключиться на бизнес-аккаунт. После этого у нас будет вот такое окошечко, мы читаем, что здесь написано, нажимаем далее и все. Мы перевели аккаунт на бизнес. После того, как у нас появился бизнес-аккаунт, мы переходим вот по этой ссылке. Перейдя по ссылке, нас перебрасывает на вот такую страничку TikTok for Business. Мы можем прочитать, что здесь написано, здесь на самом деле очень много полезной информации, но я сейчас не буду ее зачитывать, так как это потратит очень много времени. Нажимаем на создать рекламу. Зачем, собственно, нужен был бизнес-аккаунт в TikTok? Мы можем зарегистрироваться в TikTok for Business через вот эту форму, введя электронную почту, пароль и получив код подтверждения. Но суть в том, что я вводила три разные почты и ни на одну мне не пришел код подтверждения. Поэтому я решила пойти по пути меньшего сопротивления, перевести аккаунт в TikTok на бизнес и зарегистрироваться через вот форму «Уже есть аккаунт в IT». Нажимаем сюда и можем войти либо через адрес электронной почты, привязанную к аккаунту, либо через телефон. Опять же, через адрес электронной почты у меня вход не осуществлялся, поэтому я использовала привязанный телефон к аккаунту. Заходит железно, поэтому советую всем делать так. После того, как мы введем здесь нужные данные и войдем на свою страницу в TikTok, нас перебросит вот на такую страничку, где попросят заполнить учетную запись. То есть мы выбираем страну-регион, то есть у нас это Россия, пишем название компании, после этого вводим и адрес электронной почты, допустим, выбираем подходящую отрасль. Здесь большой выбор, то есть, допустим, игры, это гонки, спортивные игры, настольные игры, также СМИ, создание контента, книги, журналы, новости. Я выберу просто другое, чтобы все вот это вот не читать. Часовой пояс, валюту в рублях. Далее ставим галочку и нажимаем «Зарегистрироваться». После регистрации нас перебрасывают на страницу описания своей компании. Здесь нам нужно заполнить поле с рекламной ссылкой, на которую будут переходить пользователи из нашей рекламы в ТикТоке, а также указать адрес для выставления счета. То есть здесь почтовый адрес, нужно написать штат-область, выбрать почтовый индекс заполнить и ответить на вопрос, представляем ли мы рекламное агентство. Нет, я не работаю в агентстве. Налоговую информацию также нужно будет заполнить, то есть это ННН номер, КПП номер. И выбрать способ оплаты. Способ оплаты здесь единственный, поэтому мы ничего не выбираем. После того, как мы все заполнили, нажали «Далее», у нас ничего не меняется, только добавляется «Пополнить баланс». Баланс я сейчас пополнять не буду, поэтому пропускаю этот пункт и нажимаю уже «Далее». Да, пропустить. Теперь нас просят выбрать упрощенный или индивидуальный режим рекламной кампании. В этом видео мы будем обозревать упрощенный режим. Если вам интересно посмотреть, как настраивается реклама в индивидуальном режиме, то напишите об этом в комментариях. Сегодня я не буду вас сильно грузить этим и просто покажу, как выглядит интерфейс TikTok Ads и как вообще, в принципе, настраивать рекламу рядовому пользователю. Выбираем упрощенный режим. После этого нас просят выбрать цель нашей рекламы, то есть это конверсии, трафик, установка приложений или привлечение потенциальных клиентов. Я выбираю трафик веб-сайта и нажимаю «Продолжить», но перед этим нужно заполнить название кампании. Здесь вы можете написать, какой продукт вы продаете, на какую аудиторию таргетируетесь и так далее. После этого нас перебрасывают на настройку рекламы, можем поменять здесь название группы объявлений, если хотим. Также мы выбираем размещение и таргетинг, то есть места размещения автоматическое или выбрать место размещения. Не выбирайте автоматическое, потому что TikTok имеет несколько еще приложений, связанных с ним, и они не популярны или их нет в России. Поэтому вот эти галочки мы убираем и оставляем только таргетинг в TikTok. Далее выбрать действия аудитории. Разрешить аудиториям комментировать нашу рекламную запись и скачивать ее, либо нет. Я советую вот это убирать, потому что если мы предлагаем какой-то товар, может найтись какой-нибудь пользователь, который напишет, что я вот у них видел дешевле. А также скачивание видео, ну зачем давайте, допустим, нашим конкурентам скачивать наше видео. Вот, поэтому убирайте. Но если вы хотите, чтобы ваш ролик комментировали, то можете и оставить. Далее выбираем местоположение аудитории, то есть на котором мы таргетируемся. Я ставлю Россия. Здесь можно выбрать конкретно область, край, какую хотим, либо убрать что-то отсюда. Далее демографические данные, то есть это пол, возраст, допустим, вот так, и языки. Если ваша реклама на русском языке, выбирайте русский язык, потому что человек, американец какой-нибудь, он не поймет, что вы там на русском языке у себя говорите. Таргетирование по интересам и поведению. Вот эту часть я советую не заполнять, то есть если вы запускаете рекламу первый раз, то не сужайте настолько свою аудиторию, лучше запустите рекламу, посмотрите, как она будет заходить, потом скопируйте настройки аудитории, поставьте ее в другую, такую же рекламную кампанию. И там уже настройте интересы и посмотрите, как будет работать. Так я вам просто покажу, что в интересах тоже есть разные настройки, то есть красота, уход. Мы можем выбрать много там париги, косметика, средства, домашние животные, приложения, одежда. Вот здесь вот можно выбирать, вот здесь вот нельзя выбирать. Далее действия видео, я тоже вам просто объясню, что это такое, то есть мы выбираем, например, категорию таланты, то есть видео в разделе таланты, и что пользователи делают с этими видео. То есть они смотрят их до конца, они их лайкают, комментируют, и когда была сводка вот эта вот взята, то есть за 7 дней последние или за 15 дней последние, это вы тоже можете выбрать. То есть я не буду здесь это настраивать, и вам тоже не советую, поэтому вот так оставим. Далее устройство выбираем, если вам это важно, если для вашей рекламы нужно указывать конкретно, какая операционная система, версия, тип подключения, то здесь тоже вот это все настраивайте. И цена устройства, это можно не указывать, потому что я не знаю, как TikTok будет это конкретно определять, потому что iPhone, например, 3 года назад там десятый какой-нибудь стоил 100 тысяч, сегодня он стоит уже там 50 тысяч. Поэтому как TikTok будет определять конкретную цену устройства, сложно представить, и непонятно, зачем это нужно конкретно. Поэтому я ставлю без ограничений. Выбираем бюджет, то есть дневной или общий бюджет. Общий бюджет, это его можно настроить, то есть здесь вот он указан автоматически у нас на год. Вы можете поставить его не на год, а, допустим, на 2 недели этот бюджет. Вот, это общий. Я советую выбирать дневной бюджет, чтобы конкретно в день тратить определенную сумму, потому что с общим бюджетом так не получится. Там будет выставляться просто вот такая вот сумма каждый день, она может быть разной, а не однотипной. Выполнять непрерывно, то есть можно выбрать, допустим, что мы начинаем рекламу с 9.40 и весь день она у нас идет. Либо мы убираем вот эту галочку и ставим вот так вот с 16 по 17 августа и начало с 9.40, а окончание нашей рекламы, например, в 12, в 16.43. Вот так вот. Стратегию ставок. Выбираем самую низкую стоимость или ограничение ставки. Это мы можем установить рублей за клик. Я советую не делать этого в первую рекламу, ставьте просто самой низкой стоимость. Тикток так или иначе будет стремиться сделать вам самую низкую стоимость за клик. Здесь вот вы можете уже настраивать, если вы хотите как-то рискнуть немножко в своей рекламе, расширить аудиторию. То есть, допустим, у вас там в среднем стоимость за клик в результате вот аналитики прошедшей рекламы будет, например, 10 рублей. Вы здесь можете попробовать поставить ставку 30 рублей. И если тикток начнет расширять вашу аудиторию, он сможет рискнуть и найти пользователей, которые сделают вам клик за 30 рублей. После того, как мы здесь все настроили, мы нажимаем продолжить. И переходим на загрузку креативов. То есть, тикток — это видеохостинг, поэтому загружайте рекламу в видеоформате, то есть не какой-то там слайд-шоу, не какой-то там текст на фоне под музыку. То есть, нет, это должно быть видео, чтобы все прекрасно заходило. Я уже заранее скачала видеоролик, первый попавшийся, чтобы вам показать, как это все будет выглядеть, поэтому мы сейчас его загружаем. Мы можем использовать оригиналы или воспользоваться быстрой оптимизацией от тикток? Используйте оригиналы. Если вы отсняли видео, зачем вам использовать быструю оптимизацию? К тому же, эта оптимизация, она будет не самой удачной. Тикток вам сам включит какую-нибудь музыку, подберет какие-нибудь эффекты, и, короче, все будет очень плохо. Поэтому снимайте видео сами, монтируйте его и используйте оригиналы, и все тогда будет прекрасно. Здесь мы можем поменять название. Так, и, да, нажать ясно, спасибо. Отображаемое имя. Отображаемое имя вот здесь вот оно будет высвечиваться. То есть, желательно название компании указывать, которое вы будете продвигать. Это Advanced Shop. Вот он у нас здесь, его видно. Далее текст. Текст, он будет высвечиваться вот в этом поле, и желательно, чтобы он содержал какой-нибудь призыв к действию, и был максимально короткий. То есть, допустим, ох, что это я тут? Вот, при заходе на наш сайт, видите, мы это видим. Здесь будет отображаться трек, который мы используем в видео. А также призывы к действию, то есть подробнее, лучше всего там выбирать подробнее. Перейти в магазин, например, также подать заявку. То есть, допустим, узнать цену, человек и так узнает цену, когда он перейдет на ваш товар. Не нужно его сразу тыкать в него этой ценой, что она там будет. Лучше выберите, вот хорошо заходят действительно кнопки подробнее. Также там, допустим, перейти в магазин или там забронировать что-нибудь. Это вот здесь вот, видите, забронировать. То есть, я оставлю перейти в магазин. Вот, кнопка у нас поменялась. Ранее здесь было написано подробнее. Также мы ссылку загружаем, на которую будет переходить наш пользователь. И изображение профиля. То есть, желательно грузите логотип вашей компании. То есть, у нас это адвентшоп. Вот, он здесь обновился. Здесь это TikTok спрашивает, можно ли использовать вашу рекламу там в своих целях определенных. То есть, я не ставлю галочку, если хотите, можете поставить. Вот этот трекинг, здесь URL, это для тех, кто продвигает приложение. Нам это не нужно, поэтому мы здесь не заполняем ничего. И после того, как мы все оформили, посмотрели, перепроверили, мы нажимаем опубликовать. И после этого нас просят настроить оплату, то есть, которую я не заполнила в самом начале. Я нажимаю не сейчас. Если хотите, вы можете сразу, естественно, пополнить свой счет. Я не буду этого делать в данный момент. После этого у нас рекламное объявление. Вот оно появляется. Здесь можно будет потом дальше смотреть статистику, как идет эта рекламная акция. И статус не используется. На проверке. Проверка, она длится где-то сутки, двое, поэтому все достаточно быстро. Чтобы, если вы, например, пополнили свой баланс, чтобы следить, когда конкретно реклама будет запущена, убирайте вы здесь вот этот значок, выключайте рекламу, потому что TikTok у вас как проверит, он сразу запустит рекламу, если у вас есть деньги на счете. Если вы такого не хотите, то убирайте, если хотите, то оставляйте, и пусть все будет включено. Вот, собственно, все. На этом мы закончили. Настройка рекламы выглядит вот так, потом TikTok проверит, все запустит, все будет прекрасно. Таким образом, мы настроили нашу первую рекламную кампанию в TikTok. Если вам понравилось это видео, пишите об этом в комментариях. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить пальцы вверх и нажимать колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Если у вас остались вопросы, пишите их тоже в комментарии, мы постараемся на них ответить. А также оставляйте свои пожелания, что вы хотите видеть в следующий раз. Всем спасибо, всем пока и всем удачных продаж!